Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Основным усложнением, возникающим в отдаленном периоде тотального замещения дизобедренного сустава, связанным непосредственно с функцией модуля эндопротеза, является агустомолизм. При этом агустомолизм связывают непосредственно с продуктами износа полиэтилена и металла, которые образуются в излетрении эндопротезов. Ревизия большого количества эндопротезов привела к выводу о том, что продукты износа полиэтилена являются причиной агустомолизма и агустомолизма. Доказано, что чем раньше и быстрее изношивается полиэтилен, тем быстрее развивается агустомолизм. Добро пожаловать в наш канал! В пункте 4, в общих рекомендациях по определению износа полиэтилена, предлагается полный протез козобедренного сустава, состоящий из ацетогулярного компонента, замещающего вверхоженную пазину, и бедренного компонента, замещающего максимальную часть бедренных костей. Однако, в самих рекомендациях отмечено, что лабораторная оценка степени износа протезов на имитаторах является довольно длительным процессом. Мы перед собой поставили цель изучить результаты износа полиэтилена в лабораторных динамических условиях при разных углах горизонтальной длинности в паре трения экспериментального модуля эндопротез козобедренного сустава. Для этой цели была разработана экспресс-методика моделирования износа полиэтилена, получив ботинок на изобретение. Также мы взяли специальную головку экспериментального модуля, обескостроенную по стандартной методике, получили ботинок на полезную модуль. Далее, разработали и изготовили оригинальный экспериментальный модуль эндопротеза козобедренного сустава, который позволил нам как раз фиксировать полиэтиленовый вкладыш верхушного компонента и устанавливать его под разными углами по отношению отголовки модуля эндопротеза. И, соответственно, проводили экспресс-моделирование износа полиэтилена в динамических условиях. Эксперимент был проведен в воспитательной лаборатории ЦИТО-проект на базе Центрального института травматологии Эрдопитии, заведующей лабораторией профессора Гаврюшенко Николая Сергеевича. Испытание было проведено на универсальной испытательной машине системы гидравлического типа ОТО-пой. Соответственно, программный комплекс ЦИТО-проект обеспечивал управление данной установкой эффективно результаты испытаний. На 64-х полиэтиленовых вкладышах гидравлического протеза в течение 3 дней и получили мы ожидаемый износ полиэтилена. Все вкладыши мы распределили на 64-е годы. Предложили мы, решили воспользоваться данной таблицей, куда фиксировали все наши полученные результаты. Мы выполнили моделирование наружно-ротационной конжературы тазобедренного сустава, которая достигалась в установке головки в полиэтиленовых вкладышах экспериментального модуля для протеза тазобедренного сустава при включенном углу горизонтальной инклинации от 0 до 30 градусов. И мы получили ботинт на способ данного механического вытягивания. Также для исследования площадей участков износа полиэтилена и сохранения возможностей полученных изображений мы использовали стерео-микроскопы ММ-125, оснащенная видеотест-системой, в виде цифровой инклинационной камеры, которая делала высокое решение и обеспечивала получение изображения. При помощи программы климатическом S выполнялась функция выделения объектов на изображениях, измерения их площадей, нанесения текста на изображение и вычисления площади изображений, полученные в нестандартной форме. Для определения площадей участка износа всю углубную внутреннюю поверхность полиэтиленового вкладыша мы разделили на четыре равные сектора. И образовавшиеся секторы также мы разделили на сегменты для учета. Анализ статистической обработки данных в результатах исследования износа в разных группах полиэтилена и вкладыша высказал среднюю площадь износа полиэтилена в группах равных в соответствии. Группа А. Условия горизонтальной инклинации равны 0 градусам. Мы получили равные значения площадей, при этом статистически значимых отличий между площадью износа в каждом из четырех. Мы не обнаружили. Соответственно, если мы посмотрим на вторую колоночку, последнее значение, да, мы получим, что и передние отделы, и задние отделы внутренней поверхности, они имеют приблизительно разные цифры, квадратный миллиметр. И на данной схеме, что никаких изменений в площади, в площади износа. Угол горизонтальной инклинации равны 10 градусам, что саду. Это первая степень и наружная конструкция. И здесь мы начали получать изменение смещения. Смещение в переднюю поверхность. Соответственно, цифровое подтверждение. Далее на схеме мы уже на смещении впереди. Далее, группа В. Угол горизонтальной инклинации равен 20 градусам. Это вторая степень. Мы видим на ротационной контактуры. Здесь мы также видим смещение в передние отделы. Схема подтверждения. И группа Г. Здесь мы видим уже значительное износа переднего отдела внутренней поверхности полиэтиленового вкладыша. Общая схема. На общей схеме, собственно, все вышесказанное, что при инклинации равны. Нет никаких изменений при группе ГУ. Площадь износа полиэтиленового вкладыша в группе АССКО 57 мм2. То есть в преднем отделе площадь износа составила 50%. В группе Г. Площадь износа составила 61%. А общая площадь вкладыша в 63 мм2. В группе В. В переднем отделе площадь износа составила 68%. А общая сумма получается 611 мм. В группе Г, соответственно, передний отдел у нас изношен на 70%. В общем, установлено, что площадь износа участка во вкладышах уменьшалась с увеличением значений угла горизонтальной инквинации. Соответственно, увеличение значений угла горизонтальной инквинации на каждые 10 градусов площадь износа участка уменьшалась в среднем на 2,93%. Спасибо.